Больше площадь, больше урожая, причем круглый год. Самарский совхоз Тепличный уже к сентябрю планирует запустить в оборот еще один гектар земли. Будут вдвое больше выращивать огурцов, томатов и зелени. А сегодня вместе с губернатором официально дали старт строительству нового цеха. Глава региона посоветовал аграриям заняться и цветами. О перспективных направлениях и технологиях производства расскажет Виталий Портнов. Яркие краски, преимущественно зеленые. Температура летняя и много света, как от солнца. Атмосфера приближена к реальности. Каждую теплицу 20 часов в сутки освещает порядка 2000 лампочек. В таких искусственных условиях с применением современных технологий в закрытом грунте выращивают овощи, огурцы, редис, томаты и зелень. Этот куст салата уже готов к отправке в магазин. С момента его посева прошло ровно 32 дня. Его удалось вырастить благодаря умелым рукам аграриев и под чутким руководством компьютера. Все системы полива, вентиляции, влажности воздуха автоматические. В соседнем домике на шести столах редис. Для высокой урожайности используют капельный полив и только полезные субстраты. Внедрена технология подкормки углекислым газом. Растения растут у нас всегда под светом. Есть только 4 часа ночи мы выключаем, а так в течение 20 часов идет подсветка. Мы независимо от погоды. На улице светло или холодно, или разницы нет. В этих теплицах это современные теплицы. Держится температура, влажность, микроклимат. Большие листья и не менее крупные плоды в соседней теплице выращивают огурцы. Средняя урожайность с 1 квадратного метра 42 килограмма. Первый сбор света культуры прошел буквально на днях. На вкус и качество продукции технология не влияет. Огурцы получаются без нитратов. Здесь рассчитывают уже на более высокую урожайность. На 90-120 килограммов с квадрата. Сейчас уже собрали порядка 30 тонн. Это вот новый сорт, так называемый мело. Будет он расти у нас где-то до мая. И в мае опять все вырежем, вычистим, вот наши защитники. И посадим новый короткоплодный сорт, который таким образом оборот будет практически в этих теплицах 10 месяцев. А томаты пока зеленые. Созреют как раз к майским праздникам. В самарских теплицах выращивают еще зеленый лук и вешенки. Развитие тепличного хозяйства направление одно из приоритетных и перспективных. Область должна обеспечить себя и соседние регионы необходимыми продуктами, подчеркнул губернатор. Стоит задача наладить еще и выращивание цветов. Государство и мы в том числе область датируем строительство теплиц. Часть затрат, которые тратят инвестор, государством возмещается. Сейчас очень выгодно заниматься этим видом деятельности. Ну и потом мы договаривались, что перейдут они к цветам, к выращиванию цветов. Я думаю, это будет все-таки не после того, как 6 гектаров построить, а чуть раньше, осваивать цветочный рынок. Он тоже сегодня очень активно в стране развивается. Общая площадь теплиц порядка 15 гектаров. Еще один гектар земли будет освоен к сентябрю. Тогда производство овощей увеличится минимум вдвое. Николай Иванович Меркушкин дал старт строительству нового современного цеха. Первая свая забита. Это будет такая же теплица, как та, только будут томаты. Посажена 1 июля, 1 сентября она будет готовая. И 1 сентября нужно вам прийти и посадить. В планах у предприятия до 2021 года освоить еще 6 гектаров под теплицы. Виталий Портнов, Вячеслав Потоцкий, Новости губернии.